Вопрос нелегальной добычи минеральных ископаемых в Новонинском районе дошел до органов прокуратуры и Центра по борьбе с экономическими преступлениями. В эти и ряд других госструктур районные и местные органы власти направили уже не один десяток петиций с требованием принять меры по пресечению незаконного процесса. Речь идет о песчаных карьерах, расположенных близ села Бульбака и Варница. Когда их начали проверять, оказывается, эти предприятия даже не представили полный пакет документов в Министерство экологии для регистрации. То есть практически работают полностью нелегально. Примария Варница тогда вообще даже не выдала разрешения на эксплуатацию этого карьера. Впрочем, такого разрешения примария Варницы и не вправе выдать. Банитет здешних земель превышает 60 баллов на один гектар. Почва плодородная, а значит по закону не может подлежать переводу ни под строительство, ни уж тем более под добычу песка. Депутат коммунист Вячеслав Бондарь, изучив ситуацию, направил запрос министру экологии, на что чиновник ответил. Да, так-то и так-то. Они не представили необходимого пакета документов. Но он пишет, но, как говорится, документы в процессе представления. Я не знаю, в каком процессе представления, если практически год уже предприятие работает без регистрации, при том работает так, вот вы проедетесь, посмотрите, машины идут сплошным потоком оттуда. Подозрительным стечением обстоятельств стал тот факт, что по приезду нашей съемочной группы в карьере, где, судя по его внушительной площади, ведутся интенсивные работы, не оказалось ни спецтехники, ни вереница грузовиков. Глава администрации села Варница говорит, ничего странного. Нелегальные добытчики, как сквозь землю, проваливаются аккуратно накануне визита контролирующих органов или прессы. А вот с представителями местных властей у этих экономических агентов иной разговор. Руководитель вот этого предприятия Варница так открыто и сказал, я на вас на всех плевал, никто мне ничего не сделает за моей спиной, стоят такие люди, что вы мне ничего не сделаете. И он оказался правым. Куда только местные и районные власти не обращались с требованием остановить нелегальный промысел. Домнul respectив, который манит сейчас, не был в Примарии, чтобы регистрируть контракты для покупки. И, в начале, как ответы, посетители увидели, они видели, что «смешка, техника, техника, легче, раздражают натуральные». Мы работаем в прокуратуре и в центре комбайтера Кринегор. Состояние дорог, по которым ведется транспортировка из тех самых карьеров. Но это уже тема следующего репортажа.